Команда вышла из долгого перерыва, связанная с коронавирусом. Цель этого сбора такова, что познакомиться ближе с ребятами и постепенно подвести к тем требованиям, которые будут от меня к игрокам и игроков ко мне. Это первое. Второе, что индивидуальные технические, тактические качества будут отрабатываться на каждой тренировке в течение этого сбора. И большая часть, наверное, это будет уделено тем тонкостям, нюансам в технической подготовке. Это будет и дриблинг, это будут и выходы под получение мяча, движение относительно мяча, с мячом, без мяча. Будет разнообразные как акценты на нападение, так и в защиту. И на основании вот этих всех пазлов будет сложена, наверное, полная картина, наверное, уже к основному сбору. По той физической форме, которая сейчас есть, тяжело, конечно, сказать, кто как провел это время, но видно, что ребята с охоткой это все делают, и они соскучились действительно по мячу, по залу, по друг другу, наверное, так. И с удовольствием они провели первую тренировку. И я уверен в том, что прогресс будет в дальнейшем, потому что то, что мы акцентируем, то, что мы делаем, у каждого игрока, ну, наверное, будет откладываться, я уверен в этом, на дальнейшее. Потому что в середине чемпионата или в начале чемпионата делать можно коррекции, очень тонкие, маленькие, но фундамент должен заложен быть сейчас, в летний период, на летних сборах. Поэтому мы не теряем время, чтобы использовать любую возможность, это устранить или там, например, добавить. Мы сейчас увидели двух исполнителей, которые были в системе клуба в прошлом сезоне. Это Саша Месяц и Сергей Загреба. Их судьба дальнейшая будет решаться именно во время этого сбора? Ну, я думаю, что будет решаться в период этого сбора или там последующего времени. Ребята, мы предложили ребятам поработать, я посмотрю со стороны, как у них получается. То, что с Сашей Месяцом мы давно работали вместе, еще в сборной это было давным-давно, я только следил его со стороны. И точно так же по Сереже Загребе было долгое время раньше, когда мы работали. Я хочу увидеть изнутри, как они воспринимают информацию, как они действуют. И на основании вот этих моментов и от того, как мы будем исполнять, наверное, те желания в комплектации, вот это все воедино мы сложим и тогда примем решение по ребятам. Сейчас у них задача одна – выполнять то, что делается, то, что делают остальные игроки. Тут невзирая на то, кто принадлежит клубу, кто не принадлежит или кто на просмотре, кто уже подписан. Без разницы. Время, если есть время в зале, есть возможность работать, и мы предоставляем это, нужно пользоваться этим. Не в зависимости от того, как будет дальше. Если профессионал, он должен быть профессионалом везде и всегда. Виталий Николаевич, три новичка команды, два из которых играли под вашим руководством буквально несколько месяцев назад в Николаеве. Хотелось бы, чтобы болельщики Прометея услышали, благодаря каким своим игровым качествам они смогут помочь Прометею. Ну, давайте так, что Саша Беликов – игрок, как мы говорим, свингмен, который может закрыть две позиции, а то и три. Второй, третий, четвертый. Быстрый, с хорошей скоростью, с хорошим прыжком. Его характеризовать, например, почему выбор пал на него, ну, во-первых, действительно, он уже имеет опыт. Во-вторых, что его скиллсы, его навыки, которые, и то, что он умеет делать, подходит под ту философию, наверное, игры, которую я хотел бы видеть в команде. Играть быстро, играть агрессивно, играть универсально. Саша подходит под эту категорию, так же, как и остальные два новичка команды. Максим Луценко имеет хорошую руку, как мы говорим, это снайпер. Опять же, опытный, разбирается, понимает игру. Мы поработали сезон Николаеве, я увидел его, чем он дышит, как он воспринимает информацию, как он действует на площадке. Я от него надеюсь того, что его броски, его работа в защите, прежде всего, то, что он может еще добавить, позволит раскрыться с другой стороны совершенно и помочь команде. Потому что изначально Максим Луценко, я знал раньше, что и следил за ним, что он был хороший защитник. Да, с хорошим броском, но и был хороший защитник. Сейчас акцент где-то у него сместился, или ему сместили на то, что он только снайпер. На то, что я говорю, что это не обязательно так должно быть. И буду от него еще требовать и защиты. Обязательно. Потому что, если человек умеет и хорошо этим пользуется, он должен это исполнять. И его рейтинг, как таково, еще увеличится дальше. Сережа Примак, ну это, наверное, тоже такой универсальный игрок. Хорошо, грамотный игрок, умный игрок, который может сыграть, опять же, на разных позициях. Прошедший школу юношеского испанского баскетбола. Игрок, который и тиммейт, который командный игрок. И игрок, который понимает тренера и понимает то, что хочет тренер. Имеет и проход, и бросок. Но, опять же, вот эту уверенность он должен получить в работе. И получить, наверное, и от партнеров, и, конечно же, от тренера. Поэтому три наших новичка, которые сейчас, на данный момент, здесь присутствуют. Я уверен, что они добавят. Добавят команде и помогут команде.